Сериал «Великолепный век» был создан на основе реальных событий, но многое в нем было специально приукрашено, чтобы вызвать восхищение и восторг телезрителей. Ведь если бы сагу сняли, руководясь только лишь историей Османской империи, то в этом случае сюжет сериала получился бы не такой интересный и захватывающий. Сценаристы и режиссеры очень постарались передать атмосферу и обычаи, которых придерживались обитатели дворца Топкапы. В настоящее время этот дворец является национальным музеем Стамбула, и доступ туда открыт всем желающим. Конечно, не все покои в Топкапы можно увидеть своими глазами. Некоторые из них до сих пор закрыты для посещения или находятся на реставрации. Но те комнаты, куда можно попасть, восхищают посетителей своим убранством и роскошью обстановки. Поэтому многих интересуют такие вопросы, насколько точно знаменитый сериал демонстрирует интерьер знаменитого дворца. Так как же на самом деле выглядел дворец Топкапы во время правления Османской империи? Определенно можно сказать, что в сериале очень достоверно показаны покои султана, комнаты наложниц и других обитателей дворца. Все потому, что для съемок турецкой саги режиссеры потратили большое количество денег, построили специальный павильон, который в точности до деталей повторяет все великолепие Топкапы. Поскольку сам дворец является музеем, съемки в нем были запрещены. Но создателей это не останавливало, и была построена точная копия дворца султанов, чтобы все телезрители могли с головой окунуться в жизнь и быт османских правителей. Площадь дворца считается довольно большой, ее можно поделить на несколько частей. В отдельно отведенных покоях проживали евнухи. Своё место проживания было у служанок и рабыни. Ну и, конечно, сам султан имел роскошные покои, вход к которым всегда охранялись верными людьми. После сильного пожара в старом дворце, где издавна находился гарем всех султанов, султан Сулейман велел перевести всех своих женщин, и для них было выделено отдельное помещение со множеством комнат. Вот так все наложницы, фаворитки и жены перебрались поближе к султану. Хюрем Султан, любимая жена Сулеймана, имела свои покои, которые располагались совсем рядом с комнатами падишаха. Некоторые считают, что Хюрем была причастна к возникновению пожара в старом дворце, поскольку при этом происшествии её имущество подстрадало меньше всех. Да и не нравится ей находиться далеко от Сулеймана, ведь в таком случае она не имела возможности влиять на его решение. Остав ближе к нему, из-за переезда Хюрем обрела желаемое. После того, как Хосяки стала официальной женой султана, ей были отведены отдельные комнаты. А как же её покои выглядели на самом деле? Насколько точно в сериале показано убранство и мебель комнат женщины, которая смогла влюбить в себя величайшего из султанов Османской империи и удержать его любовь. Сейчас покои Хюрем открыты для посещения всех желающих. Все комнаты Гарема, как остальные помещения дворца, очень богато украшены и обставлены дорогой мебелью. Стены и потолки выложены затейливой мозаикой из весьма недешевой плитки. Поскольку Хюрем была любимой женой султана, её комнаты были отделаны намного богаче других. О статусе любимицы султана в её покое говорит всё. Самая дорогая мебель, покрытая настоящим золотом, и украшенная коврами и красивейшими тканями. Золотые решётки на окнах были подлинным произведением искусства. Стены и потолки были отделаны дорогой плиткой и украшены настоящими золотыми надписями. Комнаты же простых наложниц были куда скромнее. Единственное, что было общее между всеми комнатами дворца, это то, чтобы каждый из них был камин для обогрева в зимнее время, а также место для омовения и соблюдения личной гигиены. Отдельного упоминания стоят хамамы дворца. Османы очень трепетно относились к чистоте своего тела и никогда не пренебрегали омовениями. Хамамы или бани были у каждой группы людей свои. Простые наложницы и служанки ходили в отдельный хамам. Евнухи имели свои бани, поскольку из-за перенесённой операции им требовалось более тщательно следить за собой. А вот султанши и другие представители правящей семьи ходили для омовения в свои персональные хамамы. В роли наложницы Хюрем пробыла очень недолгое время, но это позволило ей увидеть, какая жизнь её ожидает, если она не понравится султану. Поэтому девушка очень постаралась, чтобы привлечь и удержать любовь Сулеймана. Наградой за это ей стали власть, уважение и разные привилегии. Недоступные простым наложницам. Одной из них была личная баня. Омовение тела для османов было целым ритуалом. Если девушка была приглашена на халевет к повелителю, то ей занимались сразу несколько слуг, помогая подготовиться к свиданию. Воду для омовения всегда держали подогретой. Тело наложницы распаривали, а затем очищали кожу специальным скребком, которые прекрасно удаляли всю накопившуюся грязь. После этого девушку умащивали разными благовониями и кремами. Иногда делали массаж. Ещё хамамы были местом для встреч, где девушки могли провести время за беседой и чаем. Либо в специально отведённом месте могли выпить чашечку кофе или покурить трубку. Но в основном наложницы любили просто посидеть и посплетничать друг с другом, распивая чай и кушая различные сладости и десерты. Повара во дворце всегда были самые лучшие и, естественно, блюда, которые они готовили, были самыми вкусными. Только вот сладости девушки-наложницы кушали не так часто, как им хотелось бы. Всё потому, что дневной рацион наложниц был строго ограничен порциями, чтобы они не набирали лишний вес. Но после свидания с султаном каждая девушка имела право покушать пахлаву или другой любимый десерт. В общем, все покои во дворце Топкапы были отделаны очень дорого и богато. И до наших дней дошло это великолепие, которое можно увидеть, посетив музей Топкапы. А уж покои самой знаменитой султанши Хюрем и вовсе поражают своей богатой отделкой, шикарной дорогой мебелью с позолотой и красивейшей плиткой, украшавшей стены и потолки покоя в хосяки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok